Уровень воды в реке Урал возле Уральска все-таки превысил критическую отметку. Обстановку в городе сейчас называют сложной, но контролируемой. А вот в пригороде в воде уже практически все дачные массивы. Людей призывают не паниковать и обещают помощь. Вся сводка на сегодня в репортаже Ирины Морозовой. Критический уровень для Урала возле областного центра в 850 сантиметров уже превышен. По последним данным, река достигла отметки 863 сантиметра. При этом сам город пока не топит, но окрестности полностью в воде. А наборными потоками заливает пригород. Эти кадры уже облетели соцсети. Мужчину, который пытался выбраться из затопленного участка, стал уносить течением. К счастью, местные дачники и дежурившие полицейские сумели поймать его и вытащить на сушу. В сводках каждый день появляются данные об очередных садовых обществах, оказавшихся в воде. Вчера сдался Стеновик. Это дача в районе Меловые горки. Из-за прорыва дамбы в считанные часы по крыше затопило более 300 домов. Да, быстро, момент. За час, наверное, уже. Другие дачи топило. Потом три часа я тут свои куры забрал. Обратно приехал, через два часа уже затопило полностью. Так не топило. В прошлом году топило, но это снег, вода весной. А так не топило. Первый раз так Урал поднялся. Как мы здесь живем? Уже четыре года я живу. Первый раз так Урал топит нас. Сейчас, по официальным данным, в области затоплено больше 13 тысяч дачных домов. Для многих это единственное жилье. Те, кому некуда идти, продолжают пережидать стихию в авакопунктах. На сегодня в авакопунктах проживает 14 авакопунктах, 2363 человека. 90% составляет городское население, дачники. Там, где возможно, продолжают возводить и укреплять дамбы, по прогнозам, в ближайшее время уровень воды в Урале будет расти. За последние сутки уровень поднялся на 10 сантиметров. Еще повышение уровня воды в городе. Еще будет наблюдаться в течение 1-2 дней. И потом дойдет в свои пики и постепенно будет снижаться. В борьбе с паводком в регионе задействовано больше 10 тысяч человек. И сегодня в область дополнительно прибыли спасатели из Астаны, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской, Мангистауской и Абайской областей. Ирина Морозова, Андрей Семерев, КТК, Уральск. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...